Как только мы выходим на эти рубежи, как только освобождаем Солидар и Артемовск, дорога на Славянск и Краматорск открыта. Это значит, что приближаем тот светлый миг, которого ждет Тонбасс уже почти 9 лет. Возникает закономерный вопрос. Ну, раз и так все складывается в вашу пользу, на кой в черт вы будете поставлять вот эти самые танки, самолеты и так далее? То, что рано или поздно станет вопрос о ядерном оружии, тоже не сомневайтесь. Это вовсе не шутка, это вовсе не фигура речи. Владимир Владимирович, здравствуйте. Рад приветствовать вас из Минска. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо и вас также с прошедшими праздниками. И спасибо, что нашли время для нашей беседы. И хотелось бы обсудить такую новость. Она, наверное, если говорить о спецоперации в Украине, одна из самых обсуждаемых в последнее время – это бои, которые развернулись на так называемом бахматском направлении. И в частности, бои за город Солидар. А как вы считаете, как на ходе спецопераций и, в частности, на боях за ДНР отразится взятие вот этого города? Ну, Солидар не самый большой городок, хотя, надо сказать, довольно сложный, поскольку, вот, кстати, Пригожин выложил фотографию из одной из соляных шахт. Он полон вот этих глубоких, длиннющих соляных шахт. Я, честно вам скажу, бывал на Артемовском заводе шампанских вин. Так вот, чтобы вы понимали, мы на автобусе, ехали вглубь земли, там улицы ответвления, улица Каберне, улица Шампанского, улица еще чего-нибудь. Вот, то есть, можете себе представить, сколько там вот подобных катакомб. Там, в этом районе, в районе Артемовска, Солидара, со времен Второй мировой Великой Отечественной войны, хранились колоссальные запасы вооружений в свое время. Так что, это да, это тяжелый город, на самом деле. И сам факт того, что вот эти катакомбы, как минимум, их выходы из них будут под контролем российских вооруженных сил, это очень важный факт. Но, конечно, взятие освобождения, точнее, Артемовска, будет еще более знаковым событием. Не хочу, знаете, тут сглазить, я в этом плане суеверный, но все-таки надеюсь, что мы услышим вскоре и эту радостную новость. Но Артемовск, он вообще, если не ошибаюсь, считается крупным железнодорожным узлом, и через него-то, по большей части, и идут поставки для украинской армии на Донбасс, если я правильно понимаю. Ну, раньше шли, сейчас-то это все-таки фронт, то есть дальше они уже идти никуда не могут. Артемовск, это, по сути, ворота на основные, основные пункты обороны украинских вооруженных сил, пока еще оккупированные украинцами, это Краматорск, Славянск, то есть те города, с которых началось в свое время сопротивление Донбасса против незаконного переворота на Украине. То есть ясное дело, что как только мы выходим на эти рубежи, как только освобождаем Солидар и Артемовск, дорога на Славянск и Краматорск открыта, а это значит, что приближаем тот светлый миг, которого ждет Донбасс уже почти 9 лет, освобождение Донбасса от украинской оккупации. А еще в одном из недавних интервью вы высказывали такую точку зрения, что наступление российской армии, оно неизбежно, в принципе, по всем участкам фронта. А что на это указывает? Я не знаю, по всем ли участкам фронта, я не говорил, конечно, сразу, всюду мы пойдем однозначно. То есть наступление российских вооруженных сил однозначно неизбежно. Почему? Потому что наша цель освобождения территории Российской Федерации от оккупантов. А это и Херсон, это и Запорожье, это и, конечно же, западная часть Донбасса, пока еще находящаяся под контролем украинских захватчиков, украинских агрессоров, начавших этот захват 9 лет тому назад. То есть ясно, что без того, чтобы взять под контроль эти территории, мы не закончим эти боевые действия, ну, это очевидный факт, поэтому ясно, что рано или поздно нам действительно надо будет, придется, будет освобождать вот эти самые земли, эти территории Краматорск, Славянск, Чаркасность. И если мы заговорили о боевых действиях, то не так давно США и их союзники по НАТО, они анонсировали очередную партию поставок в Украину. И в этот раз речь шла о, если не ошибаюсь, БТРах, БМП, колесных танках, ну и боеприпасах, которые поставлялись, в принципе, и до этого. А как вы считаете, сможет ли поставка вот такой вот уже более тяжелой техники каким-то разительным образом отразиться на ситуации на фронте? Здесь, конечно, оценивать лучше все-таки, конечно, военным экспертам. Например, я считал, что излишний вес танка и БТР – это минусы. Мне на днях военные эксперты рассказали, в чем тут плюсы. То есть, это еще раз говорю, тут специалистам по вооружениям надо рассуждать, как это отразится на линии фронта. Но в любом случае, я это говорю с первых дней, я помню, как смеялись многие мои коллеги, в том числе, кстати, и военные эксперты, насчет того, что да вот, что они там старье какое-то поставляют, да что эти катера, да что эти там джавелины и так далее. А я всегда говорил, неважно, старое это, не старое, ржавое или не ржавое оружие, но в любом случае, каждый выстрел этого оружия – это потенциальные смерти граждан, мирных граждан Донбасса, это потенциальные смерти российских военнослужащих и, конечно же, сбрасывать со счетов любую новую поставку вооружений, что бы она собой не представляла, ну, сбрасывать нельзя со счетов все это. И сейчас, конечно, когда мы видим, как Запад пытается нарастить темп поставок, когда Запад вдруг завопил истошно, надо срочно поставлять бронетехнику, танки, самолеты, дальнобойные ракеты и так далее, это свидетельствует о том, что на Западе действительно вдруг стали осознавать, что Украина таки проигрывает, Украину надо как-то спасать. Причем еще до недавнего времени нам рассказывали все, со всех западных эфирах, от президента США до самого последнего какого-то эксперта, завалящего на каком-нибудь там CNN или New York Times, рассказывали о том, что Украина не просто побеждает, она уже победила. Возникает закономерный вопрос, ну, раз и так все складывается в вашу пользу, на кой черт вы будете поставлять вот эти самые танки, самолеты и так далее. Все же нормально для вас, ну, если верить, вам же идет. Но, видите, вот забегали, засуетились, заметушились и уже теперь не скрывают, там, статья Кандализа Райса и Гейтса, бывшего министра обороны США, недавно, она свидетельство того, что начали понимать, что Украина таки проигрывает, и надо как-то вносить перелом в эти боевые действия. Ну, вот сейчас попытаются опять с помощью этих танков и так далее. Ну, опять-таки, они прощупывают красные линии, за которые еще вчера не хотели переходить. Теперь, видим, переходим очередную. Я считаю, что тут надо все-таки действовать более жестко, активно и нашей дипломатии, и нашим политикам с тем, чтобы все-таки от слов переходить к делу, о том, чтобы просто говорить абстрактно о каких-то красных линиях и центрах принятия решения, переходить к формулированию более ясных и четких контр-угроз, так это скажем. Ну, вот к вопросу, зачем они поставляют это вооружение, если Украина якобы и так уже одерживает победу или вообще ее одержала, есть мнение, что таким образом они просто обновляют свой военный парк. Потому что, ну, та же Чехия, насколько я знаю, она поставляет еще чуть ли не советские образцы вооружения в Украину. Ну, дело в том, что просят, требуют Чехию, Польшу, Пакистан сейчас, да, все, что всюду, где скопились какие-то постсоветские или уже российские образцы вооружения, поставляют все это на Украину. То есть это не приходь Чехии или это не попытка Чехии или там Пакистана обновить свой запас. Просто на Западе понимают, что украинских военных не надо обучать, оперировать бывшими советскими танками, истребителями и так далее. А поскольку дефицит этого вооружения, этого типа вооружения уже давно сложился на западном рынке, дефицит артиллерийских снарядов соответствующих, огромный, колоссальный у них, то вот пытаются по всем сусекам наскрести бывшее советское вооружение и поставлять на Украину. Взамен той же Чехии предлагают там западные образцы вооружения. При этом, да, никто особо не скрывает, что американцы тем самым пытаются полностью взять под контроль монопольный уже рынок вооружения в Европе, заставить своих союзников как бы покупать в Америке, в американском военно-промышленном комплексе различные типы вооружений, дорогущие, им в общем-то до сих пор не нужны. Вот, то есть американцы решают в том числе и свои задачи. Американский ВПК в этом смысле, конечно же, видит в конфликте на Украине просто золотую жилу. Они это особо и не скрывают. И вот, что опять же касается вот этих вот поставок, не так давно глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что в достаточной степени Украине никто из западных стран помощь не оказал. Он, конечно, поблагодарил их за ту помощь, которую они оказывают Украине, но заявил, что она недостаточная. А в таком случае хочется спросить, что им в принципе требуется, о чем идет речь, о ядерной бомбе, что ли? Ну, рано или поздно, и это я не шучу, станет вопрос об этом. Давайте вспомним, да, с чего вообще начался конфликт. Не с начала спецоперации, а с заявления Зеленского в начале прошлого года, вот сейчас как раз, вот будет на этих днях на конференции в Мюнхене о том, что Украина собирается выйти все из Будапештского меморандума и, соответственно, возрождать запасы ядерного оружия. То есть и этот вопрос будет стоять, смею вас заверить. А ремарка Кулебы, она лишний раз подчеркивает, что на Украине у украинских политиков такое вот, такое понимание слова «спаси». То есть в этом смысле ждать от Украины действительно благодарности, сколько бы ты там в нее не вложился, никому не приходится. Кулеба лишний раз напомнил. Вы же помните, сколько Россия вкладывала в Украину, в украинскую экономику, дешевым газом, кредитами всевозможными. Ну, вы видите, благодарность своеобразная, мягко говоря. То же самое ждет и западных благодетелей Украины, хозяев Украины. Все равно их потом будут винить во всем, что бы там ни происходило на фронтах. Это мы уже проходили не одно столетие. Ну и вот если вы упомянули вот этих западных благодетелей, так называемых, то недавно появилась новость о том, что в самое ближайшее время в США планируют провести встречу так называемых доноров Украины. Тех, кто оказывает либо военную, либо финансовую поддержку. А как вы считаете, что на ней могут обсуждать? Может быть, речь уже действительно пойдет о поставке танков, о которых Украина уже так давно просит Запад? Ну, собственно, этого никто и не скрывает. Это обсуждается на полном, на большом уровне. Это прямо заявляется. И Германия, и Британия, и Соединенные Штаты Америки, и Франция обсуждают поставки тяжелых танков, более совершенных бронемашин для Украины. И это, конечно же, будет стоять во главе угла обсуждения, дискуссии на этом так называемом Рамштайне. Я думаю, будут обсуждать и вопросы снабжения Украины системами противовоздушной обороны, чего Украина от них давно требует, и военные, и авиации. То есть, я думаю, дойдет и до этого. А то, что рано или поздно станет вопрос о ядерном оружии, тоже не сомневайтесь. Это вовсе не шутка, это вовсе не фигура речи. Но вот эти вот поставки, и особенно санкции, которые они еще в начале спецоперации ввели в отношении Беларуси и России, так или иначе, как бы они ни пытались это скрывать, сказываются и на них, и на состоянии жизни граждан в их же странах на Западе. И, опять же, недавно появилась новость, что в очень многих странах Запада проходит широкая волна забастовок и бастуют практически представители всех профессий. И к чему это может привести, как вы считаете? На самом деле, действительно, очень во многих странах вот этот социальный протест пытаются перевести на Россию, стрелки перевести, так скажем, страны Запада и так далее. То есть, если вы посмотрите, как обсуждают широчайшую, мощнейшую забастовку Великобритании, ну, самую мощную, по сути дела, 80-х годов, которая сейчас там развернулась во многих отраслях экономики, сервиса и так далее, то там многие так и говорят, вот смотрите, из-за Путина, из-за России, да, вот у нас и цены выросли, и с энергией проблемы, с оплатой электроэнергии проблемы и так далее. А еще говорят, ну, потерпите ради украинцев, тоже такое встречается. Ну, и такое звучит. В Германии, во всяком случае. С этим тяжелее. Хотя заявлял это и Борис Джонсон, уже ушедший с поста премьера, и целый ряд других английских, британских деятелей. При этом, когда начались забастовки, самая же мощная у них там забастовка железнодорожников, самая болезненная для многих британских граждан, и там просто кинулись британские газеты выискивать, значит, агентов Путина среди лидеров забастовочного движения, я не шучу, то есть показывали. Вот фотографии одного из там, какой-то заместитель генсека какого-то профсоюза железнодорожников посещал ЛНР и фотографировался в 2014 еще году с Мозговым, одним из боевых командиров Луганской Народной Республики. Там, значит, кто-то у себя дома держал там флаг России или еще чего-то. Все, вот они, агенты Путина, из чего мы сделаешь вывод. Россия организовала в Великобритании забастовку железнодорожников. И, кстати, вы знаете, я очень даже сожалею, что это не так. На мой взгляд, в условиях, когда Запад создает подобные угрозы для России, когда не стесняясь объявляет России войну на всех фронтах, я считаю, что нужно отвечать в том числе подобным образом. В конце концов, помните недавнее выступление, сравнительно недавнее выступление Владимира Путина на Валдае? Его спросили, что бы посоветовали бы западным гражданам западных стран в условиях этого кризиса. Он ведь что им посоветовал? Требовать повышение зарплат. Ну вот, соответственно, на мой взгляд, настало время действительно наносить контрудары по самым главным спонсорам боевых действий на Украине, по самым главным спонсорам киевского преступного режима, вот в том числе асимметричными мерами, как это умело делал Советский Союз и в 30-е, и в послевоенные годы. То есть, на мой взгляд, в конечном итоге ответ должен быть тоже на всех фронтах порой асимметричным. У России есть для этого возможности, причем их гораздо больше, чем было у Советского Союза в те же 20-е и 30-е годы. И этими возможностями надо пользоваться. Да, об этом часто говорят, но почему-то у нас с этим не складывается. То есть Запад, он же ведет подрывную деятельность, по сути, чуть ли не с начала прошлого века, с момента образования Советского Союза. И в 90-х, и в нулевых, и сейчас он ведет подрывную деятельность и в России, и в Беларуси. Хотя с этим сейчас стали бороться и объявлять их иноагентами, и все в таком духе. А у нас почему-то с этим как-то не складывается. То есть, на Западе мы почему-то не пользуемся теми проблемами, которые действительно можно было бы вскрыть и обернуть их против этих же западных стран. Ну, Запад ведет войну против России и русского государства со времен Ивана Грозного. Так что в этом плане это, конечно, не новость. В годы Российской империи, в годы Советского Союза и уже в годы постсоветские Запад только и мечтал о том, чтобы увидеть Россию в руинах, развалить российское государство, убрать ее с мировой арены, о чем многие тамошние особо говорливые эксперты и политики говорили и говорят прямо и открыто. Так что тут действительно не новость. А то, что мы не пользуемся действительно массой возможностей, это да, это вот пережиток той самой постсоветской системы. Мы осудили вмешательство Советского Союза в дела Запада, закрыв глаза на то, что, в общем-то, Советский Союз тоже отвечал. Советскому Союзу было не до проблем США, Германии в былые периоды. Но, тем не менее, мы понимали, что иначе нам не сдержать те угрозы, которые пытаются для нас создать на всех возможных направлениях, в том числе внутри государства. В конце концов, давайте не забывать, именно проблемы внутри государства развалили Советский Союз. И это тоже было итогом целенаправленной деятельности вот этих подрывных структур, идеологических структур, каких угодно, пропагандистских структур, которые никуда не делись. Все же эти голоса, они продолжают работать, продолжают вещать. Они не скрывают своих планов, планов, соответственно, своих правительств. Вы посмотрите, скажем, на региональные подразделения этих самых голосов, которые содержатся госдепом США, и вы увидите, они там и не скрывают, на какие части они хотят поделить Россию. Ну, они в открытую называют Россию своим врагом. Ну, то есть, абсолютно в открытую. В том-то и дело. И мы, конечно же, должны пользоваться той ситуацией, которая возникает, как минимум, в ряде государств Запада. Нас вовсю и так обвиняют в вмешательстве. Там мы президента США избрали, там мы какое-то правительство завалили, при том, что мы еще палец о палец не ударили. Скрипалей отравили, это давняя история. Значит, как пелось в песне, да, Брестская улица, значит, нам туда дороги. Слышали, наверное, про книгу принца Гарри, его автобиографию, отрывки которой утекли в сеть раньше официального публикования, где он заявлял о том, что убил, по-моему, больше 20 талибов, и при этом он не воспринимал их как людей, видел их просто, ну, этот стата фигурами, на шахматной доске. И Афганистан потребовал осудить его за это. И как вы считаете, это может как-то отразиться на отношениях Афганистана и Великобритании? Учитывая то, что в Афганистане практически прямо говорят о том, что если принц Гарри не будет осужден, то их взаимоотношения, они, скажем так, окажутся под угрозой. Ну, смею вас заверить, на взаимоотношениях Великобритании и Афганистана это никак не отразится, поскольку этих взаимоотношений сейчас нет. В общем, ни для кого не секрет, что на территории Афганистана западные режимы, в том числе не в последнюю очередь британские, вели войну. Войну против афганского народа, в том числе, и вовсе не только против талибов. И когда принц Гарри заявляет, что он убил десятки талибов, мы должны понимать, что речь идет не о талибах, не о талибане, пока еще вроде как запрещенном в России, а о афганцах, вполне возможно, рядовых, крестьянах, то есть вот эти свадьбы в Афганистане, которые бомбились британцами и американцами. Возможно, Гарри участвовал в бомбежках этих самых мероприятий. Так что для него, да, все афганцы представляли собой противника. Он участвовал в этой, подчеркиваю, наряду с армиями США, значит, Британии и целого ряда других натовских структур. Но он участвовал в этой преступной войне. И, соответственно, было бы странно сейчас удивляться этому. А то, что в Афганистане, там сейчас вышли студенты, скажем, с требованием привлечь к суду принца Гарри, ну вы же понимаете, все Британии посмеялись над этим, показали эту новость. Конечно, британцы обсуждают очень активно скандал с Гарри, но что касается его признания в участии в военных преступлениях против мирных афганцев, ну, то есть, единственное, за что его осуждают, это за то, что как он посмел подобное заявить, ведь это поставит под угрозу его коллег, значит, по оружию. Вот это поставит под угрозу вот эти игры, которых он, кстати, был спонсором, скажем там, лицом этих игр ветеранов, спортивные игры ветеранов, значит, армии всевозможных, да, Invictus Games, так оно называется. Вот теперь это цель для террористов. Ну, это, извините, притянуто за уши. Мы понимаем прекрасно, что террористы и так бы с удовольствием повзрывали бы где-нибудь там что-нибудь, связанное с ветеранами западных государств. Талибы и афганцы, они прекрасно знали о роли британской или какой-то иной западной армии в той войне, которую 20 лет вели на территории Афганистана. Так что тут, конечно, британская пресса, она просто пытается нарастить гнев британской публики против принца Гарри с тем, чтобы отвести этот гнев от королевской семьи в принципе. То есть кризис монархии после всех этих заявлений и публикаций, он ощущается. Самое страшное для любого монархиста в Британии после всех этих заявлений принца и, соответственно, дискуссии по поводу его обвинений снова возродилась тема, которая давно уже вроде бы ушла со страниц. Это переход к республике, уход от монархии. В этом смысле, да, это серьезная проблема для многих, кто придерживается устоев британской империи, британской монархии там. Спасибо вам большое за беседу, за интересные и развернутые ответы. Спасибо вам большое. Спасибо с наступающим вас. И вас также. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok